Общий объем финансирования мероприятий национального проекта «Демография» составляет порядка трех триллионов рублей на шесть лет с 2019 по 2024 годы. Всего в него включены пять федеральных проектов. Особое место занимает поддержка семей с детьми. Здравствуйте, это «Приоритеты» и сегодня подробно расскажем о материнском капитале. Материнский или по-другому семейный капитал – это единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств. Это мера государственной поддержки семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок, а также третий, четвертый и любой следующий, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют право на материнский капитал. Если в семье появились дети до 1 января 2020 года или родился, либо был усыновлен первый ребенок, начиная с 1 января этого же года, то в 2023 году размер материнского капитала составит 586 946,72 рубля. При рождении или усыновлении второго ребенка размер капитала увеличится на 188 681,53 рубля. С 1 февраля 2023 года размер материнского капитала вырос на 11,9%. В случае, если ранее право на семейный капитал не возникало, начиная с 1 января 2020 года при рождении или усыновлении второго, либо последующих детей, размер капитала в 2023 году составит 775 628 рублей 25 копеек. Если семья уже частично использовала средства сертификата, то остаток тоже увеличен на 11,9%. В Вологодской области за 2022 год автоматически было направлено более 6,5 тысяч сертификатов на материнский капитал. В Великоустском районе более 300. Сертификат на материнский капитал в настоящее время оформляется в форме электронного документа без заявления родителей по данным органов ЗАГС. Бумажных документов не выдаем с 2020 года. Уникальное сочетание букв, цифр, серий и даты выдачи сертификата и есть электронный документ, необходимый для предъявления на распоряжение средствами материнского капитала. Перед тем, как направить у стюжанки сертификат, идет проверка ее права. После вынесения социальным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала, сертификат в автоматическом режиме формируется и направляется в личный кабинет на портале госуслуг. Увидеть сертификат можно в разделе документы в теме «Семья и дети». Напомню, для великоустерских семей с приемными детьми сохраняется прежний порядок оформления сертификата, потому что сведения об усыновлении могут представить только сами приемные родители. Добавлю, что действие программы материнского семейного капитала продлена до конца 2026 года, но полученные сертификаты бессрочны. Способов распоряжения средствами материнского капитала несколько. Покупка жилья, его строительство или реконструкция, образование детей, пенсия мамы, адаптация детей-инвалидов и ежемесячная выплата на ребенка до трех лет. Устюгские семьи могут ее оформить, если в месяц на каждого члена семьи приходится не более 29 038 рублей дохода. Это двукратная величина прожиточного минимума на душу населения, установленная Вологодской области. Средний душевой доход считается за 12 месяцев предшествующих месяцу перед обращением из тюжанки в социальный фонд с заявлением. Выплата предоставляется на любого ребенка в семье до достижения возраста трех лет. Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи. В Вологодской области в Великом Устюге это 14 083 рубля. Для получения выплаты требуется только заявление. С 2021 года пенсионный фонд, теперь социальный, самостоятельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи. Информация берется из собственных данных фонда, единой информационной системы социального обеспечения и системы межведомственного взаимодействия. Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, в некоторых случаях до 20. Первая выплата будет направлена в пятидневный срок последующие ежемесячно за предыдущий месяц. Материнский капитал на улучшение жилищных условий можно направить, когда ребенку в связи с рождением, усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, исполнится три года. Но есть исключения. Оплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу и направление средств на их погашение. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка. С 2021 года семьи, приобретающие жилье с использованием материнского капитала, могут оформить документы в банке, не посещая социальный фонд. Между социальным фондом и кредитными организациями Вологодской области заключены соглашения, благодаря которым процедура упростилась. Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, третьему или последующим исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование, оплата детского сада, в том числе и частного. По этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Также можно направить средства на обучение ребенка в художественной, музыкальной, спортивной и автошколе. Семьи с особенными детьми могут направить средства материнского капитала или часть его средств на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, так и на усыновленного, в том числе первого, второго, третьего или последующих детей с ограниченными возможностями в любое время после рождения или усыновления, с рождением или усыновлением которого возникло право на получение сертификата. Средства материнского капитала или их часть по заявлению женщины, получившей сертификат, могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и переданы в доверительное управление управляющей компанией или в негосударственный пенсионный фонд по выбору мамы. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области. Редактор субтитров А.Семкин